Нефть прибавляет в цене в начале дня после резкого падения накануне. В среду мировые цены на черное золото просели более чем на 4%. Трейдеры оценивают угрозу американо-иранского конфликта, пока добыча и экспорт нефти на Ближнем Востоке не пострадали. Торговую сессию четверга котировка Brent началась с незначительного роста. Баррель эталонной марки оценивался в 65 долларов 52 цента. В результате вчерашнего падения, которое стало самым масштабным за последние полтора месяца, Brent вернулась к уровням середины прошлого декабря. WTI сегодня поднимается до 60 долларов 13 центов за баррель. По итогам предыдущей сессии потери техасского сорта нефти составили почти 5%. Поводом для вчерашнего глубокого падения нефти стали комментарии американского президента. Дональд Трамп отказался от военного ответа Ирану. Вместо этого он предпочел обложить страну новыми экономическими ограничениями. Это успокоило рынки. Трамп также дал понять, что именно Тегеран делает шаги в направлении деэскалации конфликта. Спрос на безопасную гавань падает с утра, уход от риска отменяется. Трейдеры делают ставку на то, что конфликт между Ираном и США будет урегулирован мирным путем. Рубль продолжает чувствовать себя комфортно, несмотря на происходящее вокруг. Сегодняшнюю сессию он открыл ростом по отношению к доллару. Пара USD-RUB теряла с утра 0,05% стоимости, расположившись на отметке 61.16. В торговую среду рубль в связке с долларом завершил на уровне 61.07. Это лучший результат с 22 мая 2018 года. На финансовых рынках сейчас идут разговоры о том, что рубль может проверить на прочность психологическую отметку в 60 пунктов. К этому рубежу пара USD-RUB не возвращалась с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против Русала. Несмотря на большинство негативных прогнозов, рубль завершил год максимальным укреплением к доллару. Причины, послужившие такой динамике, могут оказывать поддержку россиянину и в наступившем году. В качестве драйверов можно отметить отсутствие усиления санкционного давления и глобальный уровень риск аппетитов. Ожидается, что в первом квартале пара USD-RUB сможет удержаться в пределах 62-65 рублей за доллар.